На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Женская команда гонбольного клуба Гомель провела последним перед отъездом в Испанию домашний поединок чемпионата Беларуси. Подопечные Тома Жачатера не заметили сопротивления Витебчанки. Первый тайм хозяйки завершили со счетом 17-8 в свою пользу. После перерыва характер игры не изменился. Гомельчанки доминировали на паркете и крупно победили 36-15. По словам Тома Жачатера, на этот матч перед командой никаких особых задач не стояло. Главное не терять игровой тонус. 2 марта на Перенех команда Тома Жачатера в первом матче четвертьфинала Кубка Вызова ЕГФ встретится с Ракасой. Хорошо тренируются, все хорошо. Защита, хорошее движение, настроение хорошее. То есть самое главное. Не думать там, какой сильный соперник. Если они играют, как они умеют, я вообще наборился. Ответный поединок состоится 9 марта в Гомеле на паркете Дворца игровых видов спорта. Начало в 18.00. 18-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу еще не завершился. Уже удивил результативностью. В шести матчах было забито 58 голов. Гомельский ВРЗ дома крупно обыграл столичное Динамо БНТУ 8-1. Перестрелка в Светлогорске между ЦКК и Оршанским Витеном завершилась со счетом 9-3 в пользу приезжей команды. Столица на выезде нокаутировала Щучин 13-0. Охрана Динамо и Литсельмаш выдали интереснейшее сражение, которое завершилось не в пользу действующего чемпиона. Динамовцы победили 7-5. В столичном дерби дорожник был сильнее территории 5-2. Брест более чем скромно обыграл гранит 3-2. Борисов 900 и Гродненская УВД Динамо проведут свой поединок 3 марта. Таблицу чемпионата по-прежнему возглавляют вагоностроители. Литсельмаш уступил вторую строку Витену. БЧ, пропускавшая 18-й тур, опустилась на пятую строку. Светлогорские ЦКК в шаге от зоны плей-офф на 10-м месте. Спаррингом против Бобруйской Белшины футбольный клуб Гомель завершил первый этап подготовки к новому сезону. Зелено-белые на поле стадиона Сдюшор-8 в областном центре обыграли соперника. Счет на 14-й минуте открыли гости. Вскоре Невалда сравнял цифры на табло. Во втором тайме Луцевич и Квашук установили окончательный счет 3-1. Игрой я доволен. В принципе, хорошая двигательная активность нашей задачей. За этот месяц необходимо было привести физическое состояние игроков к единому знаменателю. Дальше на специально подготовительном этапе будем работать больше над деталями, тактикой и так далее. Турецкий сбор начнется 27 февраля и продлится две недели. За это время команда проведет пять спаррингов с представителями чемпионатов Украины, Казахстана и Финляндии. Напомню, что в высшей лиге чемпионата Беларуси Гомель стартует 31 марта матчем против Слуцка. Для гомельского локомотива, выступающего в первой лиге национального чемпионата, официальный сезон начнется уже 9 марта. Железнодорожникам предстоит матч четвертьфинала Кубка страны против Витебска. Сейчас команда ведет подготовку к этому поединку, параллельно укрепляя свои ряды. В числе новичков полузащитники Евгений Калинин и Дмитрий Вашкель, защитник Владимир Старостин и форвард Алексей Савко. В очередной контрольной игре локомотив в Гомеле играл с Ричерским спутником. Железнодорожники уверенно победили 5-2. Планируем игру с командой дублирующегося состава города в Гомеле. И 3 марта у нас последняя контрольная игра непосредственно перед игрой с Витебском. Это энергетик. Тренируются ребята хорошо, претензий никому нет. А в основном, наверное, все-таки основной критерий это игра. Игра и покажет, как мы готовы к этой баталии. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.